В фойе городского театра кирпичи, кровля, молочная продукция. Это, если можно так сказать, базовые потребности. Сегодня предпринимательская инициатива, главный двигатель экономики города-курорта. У Валерия Шаблыкина мастерская в 12-м микрорайоне, персонал 20 человек. Шьют униформу для гостиниц, ресторанов, спецодежду для рабочих. Компания существует без малого три десятка лет. Были подъемы и спады, но резюме в целом в городе-курорте вести дела достаточно комфортно. Ванапе предпочтительнее, чем где-то, я так думаю, хотя сейчас все мы здесь. Но благодаря тому, что у нас все-таки курорт, и все-таки курорт, нужно надеваться. Как мы говорим всегда внешний вид сотрудников, это состальная часть курортного сервиса. Мы намерены расширяться, имеем все возможности и технические, и связи за 28 лет. Но все зависит от скорости. Немножко сейчас экономическое положение. Все знают, подрижали немножко. Ну, мы думаем, все скоро нравится. Глава города-курорта Сергей Сергеев назвал присутствующих в зале опорой не только города, но и страны в целом. На администрацию возложена функция контроля, но контроль, по словам мэра, означает не барьеры, а помощь тем, кто работает в рамках правового поля. Большинство из вас обустраивает те территории, на которых вы живете и работаете. Вы не обязаны это делать, но вы делаете, и за это вам огромнейшее спасибо. Я хочу, чтобы вы знали об этом, что мы вас поддерживаем, мы готовы сотрудничать с любым предпринимателем, который ведет свой бизнес законно и ответственно. Около 50 предпринимателей получили грамоты и благодарственные письма главы города. Среди них те, кто возрождает виноградарство, строит социальные объекты, помогает содержать город в чистоте, принимает отдыхающих на самом высоком уровне. Столь масштабный день предпринимателя в Анапе празднуется впервые по инициативе мэра. Председатель городской торгово-промышленной палаты Владимир Ткачук поблагодарил Сергея Сергеева за внимание к теме предпринимательства и вручил бизнесменам дипломы за качество услуг, а также специальные награды для лучших сотрудников, продавцов, работников отелей и санаториев, водителей и других специалистов. Я бы хотел обратиться к тем предпринимателям, чьи работники заслужили вот эти почетные награды. Помимо морального символа, как было раньше, я уверен, что вы это сделаете еще и поощрить материально, потому что это тоже вам плюс большой, если у вас такие люди работают. Сегодня в Анапе треть трудоспособного населения занимается бизнесом. Это примерно 30 тысяч человек. Глава города Сергей Сергеев заявил, что цель власти как минимум удвоить это число.